Добрый вечер! Меня зовут Наркиза, и сегодня я, как и предыдущий спикер, хотела бы рассказать о своем опыте, который я получила в «Стране восходящего солнца». В его я поехала в 2015 году по программе «Стажировки преподавателей» и провела там полтора года. Могу сказать, что эти полтора года для меня стали периодом практически бесконечного, непрерывного самообразования. Потому что каждый день я получала для себя что-то новое. И даже когда мне позвонили, сказали «Наркиза, за пять минут уложись и расскажу о своем опыте», если честно, я даже подумала, как я за пять минут уложусь и расскажу обо всем, что я там для себя получила. Но вкратце, вкратце я попробовала вам это рассказать. Первое, конечно, каким опытом для меня это было, это наши уроки японского языка. Да. Признаюсь честно, я поехала в Японию, я знала только одно слово. Это было «арикато». То есть я как спустилась в самолете, все, что я могла сказать, это поблагодарить за то, что они мне где-то в чем-то помогли. Но на уроках японского, благодаря нашим преподавателям, буквально за пару недель, я уже, по крайней мере, могла сходить в магазин, что-то купить, понять, что я покупаю в конце концов, прочитать что-то. И для меня уроки японского – это были каким-то первым этапом, первым этапом для адаптации жизни в Японии. Второй опыт, который для меня сыграл большую роль в моей жизни – это, естественно, мое исследование. То есть я как стажер поехала туда для того, чтобы проводить исследование. Это мой сенсей, Сузуки-сенсей. И мое исследование было о внедрении английской литературы в курс английского языка. И могу сказать, что как преподаватель для себя я получила очень большой опыт. И даже сейчас, работая в сфере образования, я стараюсь то, что я получила на каждом уроке для своих студентов, это воплотить в жизнь, чтобы они передали тот опыт, который я получила в Японии для своих студентов. Следующее, что мой опыт, который я получила – это путешествия. Вообще я поехала в Японию. Я была в университете Нагастанки, но я поехала вместе со своей подругой. И моя подруга, она попала в университет Саитама. Каждый раз, когда у нас была какая-то возможность поехать попутешествовать, мы старались обязательно эту возможность использовать. И даже вот по фотографиям, вы можете посмотреть, мы были практически во всей Японии. Вот если взять карту Японии с севера до юга, мы объехали все, мы посмотрели все. И я считаю, что это был просто колоссальный опыт для нас, потому что мы узнали настолько много о Японии, именно увидели это своими глазами. И это было что-то, знаете, такой незабываемый опыт для нас для всех. Вот этот опыт, он был очень для меня особенным, потому что я была волонтером в проекте Global Educational Project. И чтобы рассказать, вкратце расскажу, в чем заключается этот проект. Проект заключается в том, что они просят нас, спикеров из разных стран, рассказать о своей стране для японских школьников. То есть сделать небольшую презентацию для японских школьников. И чаще всего эта презентация заключалась в том, что сначала у нас было несколько спикеров из Бразилии, США, Германии, из Узбекистана. И получается, мы все должны были встать в линию и не говорить, из какой мы страны. Мы должны были через подсказки, школьники должны были угадать, из какой мы страны. И когда доходило, например, очередь до Бразилии, они угадывали за раз. Да, Америка за раз. Доходят до Узбекистана, и вы не представляете, сколько мне приходилось давать подсказок. И первую букву, и последнюю букву, и как мы здороваемся. Но в конце концов обязательно был хоть один из школьников, который угадывал из какой я страны. Но это было и плюсом. Почему? Потому что в итоге, когда я делала эту презентацию для школьников, они слушались с невероятным удивлением и интересом. Прямо неподдельным интересом, потому что для них это было какое-то открытие новой страны. Для меня это был колоссальный опыт. Почему? Потому что, во-первых, нужно было представить свою страну. Во-вторых, я честно вам признаюсь, когда я ехала в Японию, я думала о своих целях. Например, о том, как я буду развиваться как преподаватель, как исследователь, как лингвист, изучая новый язык. Но именно тогда я поняла, что у меня есть возможность не только получать для себя знания, но и отдавать эти знания. И пусть это было в 10-минутной презентации про Узбекистан, но я смогла передать информацию о нашей стране для японских школьников. И последний опыт – это наша незабываемая поездка на остров Миадзима. Я поехала со своим подругом, с одним гаидом. Естественно, мы поехали в Хирошиму. И если мы не едем в Хирошиму, то невозможно было не посетить Миадзиму. И вкратце так получилось, что когда мы возвращались с этой поездки, мы должны были поменять два поезда. То есть надо было с одного поезда перейти на другой. Это было очень поздно ночью. И вот мы едем, а она мне, Харрида мне говорит, «Наркиза, мы не должны проспать нашу остановку, не прослим на остановку». В итоге мы и проспали. Мы вышли абсолютно на другой станции. Ночь. Мы выходим и смотрим, боже мой, что делать. А станция на ночь закрывается. И нам очень вечно сказали, девочки, пожалуйста, покиньте станцию. Мы выходим из этой станции, встречаем таксиста. Таксист нам говорит, девчонки, я вас довезу до другой станции. Самый район ранний поезд до Нагасаки. Мы жили, я жила в Нагасаки. До Нагасаки оттуда в 5.30 утра. А время час ночи. Ну мы такие, хорошо. Сели, он нас довез, приезжая около двух часов ночи. Станция закрыта, до 5.30 нужно ждать. И мы ничего делать, мы ждали. Мы пошли, поймали март, купили там что-то покушать, сели на лавочке. До 5.30 ждали, когда эта станция откроется. И почему для меня это незабываемо? Потому что на тот момент было, ну не грамма страха, что а вдруг что-то произойдет. А вдруг там мы две девочки на улице сидим. Абсолютно не грамма страха того, что могло что-то произойти с нами. И мне кажется, да, многие могут сказать, Япония это безопасная страна, низкий уровень криминала. Но мне кажется, что основной фактор этого заключался в том, что Япония приняла нас как своих. Мы реально в этой стране были своими людьми. И мы чувствовали себя в безопасности так, как можно чувствовать себя только дома. И вот это было просто, на тот момент мы это поняли, что для нас Япония это наш второй дом. И в конце я бы очень хотела сказать, поблагодарить правительство Японии за предоставленную возможность. За эти полтора года, которые сделали меня абсолютно из меня другим человеком. И, как я уже сказала, сейчас, вернувшись в Узбекистан, я стараюсь использовать каждую возможность для того, чтобы то, что я приобрела в этой стране, воплотить в развитие нашей страны. Работа в сфере образования, конечно, это в основном касается именно образовательской деятельности. Спасибо вам большое. Спасибо большое, дорогие, за очень интересную презентацию. Надеюсь, в скором будущем и в Узбекистане вы будете чувствовать себя в безопасности. Так, в заключение нашей официальщики я бы хотел объявить о том, что в силу своей отруженности, теперь я не смогу представить этот клуб, быть председателем. Поэтому я хочу представить двух новых представителей нашего клуба. Значит, с сегодняшнего дня новым председателем клуба, бывшим у представителей, назначен Умара Мамнаджат. Умара Мамнаджат. Значит, которая училась в университете Скулу по программе МЭКСТ, стажером Светлой Центра. Сейчас она является председателем ассоциаций преподавателей японского языка в Узбекистане. И преподает японский язык в инновационном центре при университете мировых языков. А ее заместителем будет Салим Шарпизода. Вы ее знаете. Сотрудница посольства Японии, которая училась в университете Джорджи София по программе МЭКСТ и Кэнсэй. Она хорошо знакома с деятельностью клуба. Это мой университет. Так как непосредственно занимается организацией наших встреч и курирует посольство учебной программы. До зоны Рощупа. Спасибо. Спасибо. Спасибо.